Приветствую вас, Рина. Обратите внимание на то, что вы не задаете никакого вопроса, т.е. нет у вас вопроса к психологу, не очень понятно, что именно вы хотите. Вот, соответственно, я думаю, что у вас очень много противоречий, я думаю, что у вас очень много сравниваний, т.е. очень много сравнивает себя с другими людьми, Вы очень много обесцениваете себя, не признаёте себя, не признаёте свою ценность, и у вас отсутствует, собственно говоря, некий такой глобальный смысл. То есть глобальный смысл понимания того, что вы хотите привнести мир в мир, что для вас ценно. То есть какие вот аспекты социально-культурной жизни для вас вообще важны. Понимаю, вы не понимаете. Кроме того, вы почему-то вот склонны иерархировать рабочие места. То есть это у вас в виде такой достаточно жёсткой иерархии не охотится. Вот. И подобная история, иерархическая, она связана с догматичным суждением, с догматичным мышлением. Негибким мышлением. Опорой больше на когнитивную, познавательную историю, а не на чувственную, эмоциональную. И мне кажется, что вот подобную категоричность, подобную косность, подобную негибкость, нужно в первую очередь корректировать, как и корректировать нужно восприятие себя, своей ценности и всё-таки выходом за рамки того, что есть какая-то достойная работа, есть работа недостойная, есть внизу, есть сверху. Вот. Это первое. Второе. В том, что касается социофобии, то здесь, конечно, необходима диагностика. Вот. Очная диагностика у врача. Но, как мне видится, это связано с тем, что вы не уверены в себя. То есть, у вас есть условность, некое в принятии себя. То есть, вы считаете, что вы достойны только в том случае, если вы, например, работаете или что-то еще. Ну и оценки, конечно, для вас очень важны, одобрения очень важны, что тоже требуется корректировать. Вот. Вы, я надеюсь, не считаете и не думаете, что мы в ответ на ваш текст дадим вам направление, куда вам двигаться. Это было бы нереально. Ну, я предлагаю взять вам за основу пирамиду ценностей, как я ее называю, во главе угла, в которой вам нужно выписать те общие человеческие ценности, которые вам важны, и в середине которой вы выписываете конкретные направления этих ценностей, которые реализуются человечеством в виде науки, в виде сверхдеятельности, в виде индустрии и прочего. И внизу которой вы пишете для себя конкретные направления деятельности, конкретные профессии, которые могли бы это реализовать. Вот это я могу вам порекомендовать только. Значит, в основном, мне кажется, что нужно с вами работать, чтобы вы смогли определить, куда вам двигаться. Но для этого необходимо разрешить ваши личностные проблемы, которые имеют место быть, которые имеют на вас влияние, после чего вы сможете работать. То есть, как вот, знаете, вот вы говорите, когда буду работать в подходящей для себя области, да, но это немножко не то. Дело не в подходящей области, а в том, какую ценность вы хотите реализовывать, работая, какой смысл. Вот вы говорите, есть желание работать мозгами, но это просто желание. Вы говорите о средствах, а нужна ценность, нужна ориентированность, нужна ценность. Дальше. Мне почти 30 лет, живу в Татарстане, 4 года не работала, так как была на декретном. Ну вот опять, да, момент. Какая субъективная сторона того, что вы стали мамой? Именно субъективная сторона. До этого окончила педучилище, но работать учителем не могу, абсолютно некомпетентно в области преподавания. Что вы понимаете под преподаванием? Почему вы считаете, что вы некомпетентны? Кто это определил? Вы говорите, что окончили педучилище. Для чего тогда вы его кончали педучилище, если не хотите работать учителем или не можете? Дальше. Работала в самых низах кассир, продавец автомобильщики. Ну, соответственно, как это связано с вашим образованием? По сути, у вас нет образования для этих профессий. Есть желание работать, так сказать, мозгами. Потому что в предыдущих работах я прямо чувствовал, как тупело, деградировало и получил пару нервных срывов. Ну вот тоже интересный момент. Как вы ощущаете, что вы тупеете, деградируете? То есть, по сути, существуют некие когнитивные процессы, которые протекают в человеке. Я могу сказать, что если человек реально деградирует и тупеет, он не может так ощущаться. Ощущается, скорее, некое такое несоответствие возможностям человека. Но никак не вязать, что вы тупели или деградировали. Поэтому за ваше субъективное восприятие что-то не стоит, но нужно исследовать. Возможно, речь идет о неодобрении. Возможно, речь идет о неоправдании чьих-то ожиданий. Возможно, речь идет о страхах. Возможно, о чем-то еще. Тут нужно разбирать. Так, получила пару нервных срывов. Опять же, что вы имеете в виду под нервными срывами? Сужи по себе в училище, работала головой, думая, получала хороший... А, нет, работая головой, думая, получая хороший результат, размышляя, чувствуя себя спокойно и уверенно. Да, возможно, вы были в процессе, вы были заняты. Куда этот процесс двигался? В данный момент у меня хаос внутри. Постоянная нервозность, социофобия последние 7-8 лет. А, с чего все началось? То есть, каковы причины для появления такого состояния? Все из-за невозможности самореализоваться в профессии и в обществе. Слушайте, слушайте. Эм... Самореализация в профессии – это одно, в обществе – это другое. И все, опять же, определяется ценность. У меня такое ощущение, что вы чувствуете, как будто должны... Я должна реализоваться в профессии, должна реализоваться в обществе. И... Я этого не делаю, из-за этого я плохая. Кто-то видится мне так. Проблема с выбором желанной профессии заключается в том, что у меня очень плохая память. Так, ну, плохую память нужно диагностировать. То есть, я не очень знаю, зачем вы это всё пишите. Правильно, с того, что, опять же, себя обесцениваете и сравниваете, да? Вот. Ага. Как бы, может быть, это у вас такая характеристика памяти. Может быть, есть какие-то нарушения, а может быть, есть и психологические основы. Для того, чтобы у вас была плохая память. То есть, тут нужно этот момент исследовать. Вот. Вы очень много пишите про память. Вот. Но... Как бы, по сути, я вижу здесь, что есть некий медицинский синдром. А его можно исследовать. И из ваше восприятие этого крайне деструктивно. Основанно на сравнивании и на обесценивании себя. А... Возможно, из-за этого я начинаю замечать себе практики социофоба. Очень некомфортно, где-то у себя проливших людей. А в чём заключается дискомфорт? Вот в чём конкретно? А я очень хочу найти достойную работу. А что есть достойная работа? Понимаете? Дискомфорт при людях, он, к правилу, заключается в том, что человеку сложно принять себя и репрезентовать себя другим. То есть, тут, возможно, стоит обратить внимание на это. Так. Я очень хочу найти достойную работу. А что есть достойная работа? Вот. Понимаете, Ирина? Достойная, это оценка. Выдаю эту оценку. Но оценка субъективна. Кто определяет, достойную работу или нет? Что на это влияет? Знаю, буду стараться по своим силам. Опять же, стараться что бы что. Но не знаю, куда мне где-то сдаться, куда что взяться. Что бы что? Цель какая? Так же знаю, что не могу выполнить такую работу. Мне нужно общаться с людьми, вроде работы, правда, вся комплектация. Начинаю паниковать при выполнении монотонных физических работ. А из-за чего паника? Из-за чего паника? Где нет интеллектуального труда? Ну, такое ощущение, что вот вам, интеллектуальный труд, он для вас имеет большее значение, чем он, на самом деле, из себя представляет. Тут нужно разбирать и сверх мотивацию снимать. Дальше. Так. Хочелось бы посетить курс психолога или невролога. Невролога курс не проводят. В данный момент не финансовые возможности. Я согласен. В народном возрасте все пороки безделья. Да нет, не все безделья будут разные. И бездельем можно наслаждаться. Опять же, если принимать в себя. Я думаю, что некоторые психологические проблемы решатся, когда буду работать подходяя в себя область. Нет, они не решатся. Они просто перестанут давать в себе знать. Это немножко не то. Значит, дальше. Вот только как и что выбрать. Для меня трудный вопрос. Очень не хочу. Дальнейшей деградации. Боюсь этой суммы. Астракции этой суммы тоже нужно исследовать. Как правило, это связано с желанием снять в себя ответственность. за то, что происходит в вашей жизни. Поэтому я полагаю, что она вас чем-то тягостит. Вы чувствуете себя не свободно. Поэтому с этим тоже нужно работать. Разбирать то есть, какое значение для вас имеет страх сойти с ума. Потому что любой страх это инверсивное желание. По сути. Ну. Вот. Это опасность. Но и инверсивное желание тоже. Поскольку прямой угрозы здесь нет. Но еще раз повторю, это нужно исследовать. В первую очередь нужно исследовать ваше восприятие себя, самооценку и работать над предпринятием себя. Вот. Такая вот история. Вопрос никакого бы не задавали. Поэтому, соответственно, надеюсь, ты дал пищу для размышлений. А если вам понравился ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи.